К зиме готовы, но не всем. В Серпухове проверили готовность аварийно-восстановительных бригад, управляющих компанией и ресурсоснабжающих организаций к работе в зимних условиях. В смотре техники, который проходил на базе Серпуховской теплосети, впервые участвовали и представители Серпуховского района. К ним у комиссии были замечания. Спецтехника, экскаваторы, машины вакуумные для откачки и для выезда аварийно-диспетчерской службы к моменту сдачи экзамена прошли необходимый ремонт и технический осмотр. Однако, дополнительная проверка готовности к работе никому не помешает. Сотрудники электросети экзамен сдали на отлично. Мини-электростанция на колесах при возникновении нестандартной ситуации не подведет. Электричеством такой агрегат обеспечит на 4 часа. Быстро и качественно, поэтому я считаю, что у нас будет реально готово. Вот такая световая башня, интересную штуку получить, она выдувается и светится. Полную готовность к устранению аварий продемонстрировали и подразделения теплосети, специалисты управляющих компанией «Ремонтник» и «Жилишник», службы спасения. Имеющиеся в их распоряжении техника и оборудование заводились, как говорится, с полоборота. А вот аварийно-диспетчерская бригада, управляющая компанией Серпуховского района, показать себя в работе не смогла. Серпуховский район, я был по заказчику. Мы не заливали, даже не заливали. Не было команды до нас, чтобы были в таком... Вообще-то это неправильно, мы здесь проверяем не то, что она новая или хорошая, но она должна быть. Не, они рабочие, все просто... Не, так мы для этого и собираемся. Не брали. На будущее должно быть. На будущее учтем. Нагрузка на специализированные бригады и технику в этом году значительно возросла. С июля на плечи специалистов теплосети и водоканала легли ответственность за обеспечение теплом и водой жителей района. А проблем с котельными и с коммуникациями в этом муниципалитете немало. Большая удаленность объекта. То наше предприятие занималось обслуживанием только городского хозяйства, а теперь у нас деревни. Грызлово, кирпичные, те, которые за окой, те, которые в большевике, пролетарские. И объем у нас увеличился в два раза. Пока районные объекты нам не удалось укомплектовать дежурными машинами. Не совсем готовы были коллеги с района. Они посчитали, что необязательно на осмотр заправлять технику. Что-то оторвалось, отломнилось. Но, видимо, это подход какой-то уже сложившийся. Поэтому, во-первых, надо с людьми поработать, чтобы поменять, наверное, в какой-то степени отношения. Даже если это какое-то либо учебное мероприятие, либо просто смотрят. К нему надо готовиться, как к настоящей аварийной ситуации. И, конечно же, надо усилить мощность теплосети, водоканала, потому что разброс довольно-таки большой, большие расстояния. Необходимо добавить нормальной новой техники, чтобы в случае возникновения какой-то аварийной ситуации можно было быстро и своевременно попасть в любую точку не только города, но и района. И этим вопросом сейчас как раз очень плотно по поручению главы занимаются руководители как теплосети, так и водоканала. Отопительный сезон начался. При возникновении нестандартных ситуаций техника и люди должны реагировать оперативно и ликвидировать аварии в кратчайшие сроки. Обнаруженные при осмотре техники недостатки будут устранены до наступления холодов.